И снова здравствуйте, дамы и господа. Мы продолжаем наш тренинг по мануальной терапии. Сейчас проходим методы скрутки. Как я вам говорил, в мануальной терапии у нас есть естественные изгибы позвоночника, лордоз, кифоз, лордоз. В местах лордоза мы скручиваем, это шея и поясница. В местах кифоза тоже есть скрутки, но они больше как надавливание выглядят. И здесь мы, как правило, вдавим вперед и вверх, декомпрессируя. Методы скрутки, соответственно, повторяю немножко прошлый урок. Все тело целиком за бедро. Стараемся хвататься не за мягкое место, а за кость, либо бедренную, либо подвздошную. А с этой стороны под ребра, с той стороны. Для этого нам нужно будет присесть. Присели и немножко сдавили. Здесь, в принципе, мобилизацию провести очень тяжело. Против всей толщи тела человека ваших сил просто не хватит. Это буквально только для растяжки, для такой подготовки. Теперь далее. Нам нужно скрутить нижний отдел поясницы, растянутся квадратные мышцы и парабритебральные со стороны. Поднимаем за косточку подвздошную. Для этого ладонь кладем прямую, чтобы не передавить лимфоузлы, чтобы человеку было комфортно и не больно. То есть не цепляемся, как орел, как сями, а такую площадочку делаем и поднимаем. Мы проверяем, чтобы таз человека просто падал по собственному весу. Растягиваем вот эту зону, скручиваем ее, доходим до преднапряжения и потом резко надавливаем, мобилизация. Так что можно пройти до грудного отдела, в принципе, до лопатки. После каждого приема даем немножко отдохнуть, отдышаться, если помнить у нас подлога в потряхивание, сотрясание, такие легкие. Увозим напряжение. Усиливаем теперь эту формулу. Следующий прием. Мы берем одну ногу, раскручиваем ее и тянем в поясницу, противоположную сторону. Тут, смотрите, растягивается все тело целиком. При сколиозе можно давить, то есть я давил сейчас в ребра в самом, да, при сколиозе можно давить в ассистые отростки с противоположной стороны. Допустим, у нее право-сторонний сколиоз в нужном отделе, да, но натягиваем ногу на себя, дошли до предела. Помните, что в противоположную сторону мы растянули всю. И только после этого проводим мобилизацию. Только смотрите, чтобы человек не скатывался со стола, да, в принципе, вот его противоположная сторона должна полностью лежать. Как брать ногу? Я уже показывал в прошлый раз, можно вот с этой стороны взять, можно сил поменьше вот так вот взять, да, скрутить. Можно взять на бицепс, только берем выше колена, чтобы коленная чашечка не повредилась, чтобы она была вольна. Можно взять две ноги вместе. Особенно две ноги вместе важно, когда у нас нижняя часть позвоночника, в данном случае вправо, была бы искривлена. Если видите, тело заваливается туда, то есть усиливает нашу скрутку за счет поворота ног. Видите, да? Следующий прием. Мы кладем человека на бок. Ложись сначала на левый бок ко мне лицом. Подбираем коленку повыше. Нижняя нога фактически прямая, коленка лежит и лодыжка лежит на предположим ноге. С этой стороны рука опускается назад и лежит на губной клетке. Голова лежит за плечом, то есть плечевой пояс уже повернут. Видите, да? Мы, соответственно, давим в плечо. Только не давим ни в молочные железы, ни в подмышечные впадины. Да-да-да, сейчас это будет. Но моя цель не довести до хруста конкретно. Это демонстрация. И не давим непосредственно в плечо, в болевой точке. Поэтому стараемся широким хватом мягко обхватить, а еще лучше даже немножко вот своим предплечем вот так. Ползилутую клетку. Да, вот видишь, уже был шелчок. Чтобы его усилить, нам надо вот эту подвздошную косточку поймать. Вот она находится где? Делаем через покров одежды, либо специальную тряпочку салфеточку накладываем. Не давить будем вот на этот гремель выступающих подвздошных костей. Локтем. При своей части локтя, выпирающей косточкой, мы ее как-то подцепляем. Подцепляем. Ну, видите, для некоторых людей достаточно вот так буквально, да? Кто пожестче, придется подцепить и с этой стороны вот так вот сделать. Вот опять был шелчок, да? Тут, смотрите, в чем есть нюансы. Некоторые путаются вот с этой ногой, она им упирается либо в пах, либо в ногу. Вот мешает цель подойти, да? Ну, вот мы ее обводим, обходим, либо кладем ниже, чтобы она свисала. То есть вот практически уже, смотрите, какой раз в тазовом поясе и в плечевом поясе пошел. Нам остается только довернуть. Тут она своей тяжестью, нам помогает. Имеет значение угол подъема бедра. Если прямой угол, то это наше нижнее сочинение. L5, L1, L4, L5. Если нам надо выше, делаем угол выше. Этот примерно L3, L4, еще выше вот L1, L2, еще выше вот так. Это вот уже нижняя часть грудного отдела и грудно-поясничного пиликодера. Нет, я пока демонстрирую. Так, для профилактики поднимаем ноги одновременно. И можно, смотрите, поймать вот эту ногу за коленку, да, мы переехали к себе в живот, и вращать, пока она прямая, и вращая своим телом мы прощупываем те позвонки, и даже пояснично-подвздошный переход, крестово-подвздошный переход, да, где у него есть мобильность, проверяем. Есть, нет, щупаем, щупаем. И, таким образом, мягко бывает, совсем практически без всяких вот этих щелчков, позвонки тоже ставят на место. Еще вариант. Если у человека сколиоз, в данном случае, смотрите, насколько интересует сколиоз, позвонки поясничные опущены вниз, то есть левосторонние, да, здесь правосторонние, они подняты вверх. Для этого случая мы берем две ноги вместе, так, нет, сначала для другого случая, когда поясничный отдел идет вверх поверх, да, то нам нужно с той стороны, вспоминайте, вот растянулся, да, мы растягиваем каким-то образом, ну, таз поворачиваем вот сюда, вот мы его растянули, и с этой стороны давим на позвонки, ну, насколько получится упор. Не хватает поворота за щипотки, да, тогда берем целиком обе ноги, растягиваем их, вот, и после этого отдавливаем. Теперь случай, который, дай это хотел сказать, когда поясничные позвонки, они все-таки идут влево, вниз, в данном случае, а здесь вверх, да, то нам в данном случае вот эта рука сейчас не очень нужна, нужна больше вот эта рука, мы будем давить на нее, то есть мы давим выгнутые ребра вверх, мы их допускаем вниз, да, здесь ребра, ой, позвонки здесь вверх, пошли здесь вниз, да, здесь нижним будем давить сюда, да, вот такая скрутка с нажатием на грудную клетку, можно самим желатом отдавить, можно рукой, и мягкий вариант, подожди, нога, выше, 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 ну, вот если падать, тогда светим, и мягкий вариант, уперы с бедро, мы его уже растягиваем, здесь уперы с вверху растягиваем, а с этими пальчиками позвонки, раз, помогаем им подтянуться, вот так проходим всю эту S-образную зону, здесь вниз, если помните, здесь вверх голову у нас, да, с нажатием на грудную клетку, вот мы руками, видите, еще раз растягиваем, даже могу показать, а пальчиками позвонки подбираем и подставляем, так, вяжи, 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 пока, ровненько устала, фу, следующий прием, да, но все эти приемы, вот следующие, кроме вот этого, наверное, можно делать как на столе, так и на полу, следующий прием, ногу опять прямо, держим, эту ногу, поворачиваем вот так, усиленная как бы форма скрутки, да, если мы до этого, вот я делаю так, да, то здесь мы, используем силы своего корпуса, особенно у людей, за счет нашей грудной клетки, убираем, закажет здесь в тазовой кости, здесь плечо, скручиваем вот так, но, честно говоря, в этом способе, вы не сможете обладать некоторой точностью попадания на те позвонки, какие вам желательно нужны, есть еще одна разработанная мной техника, еще больше, прогрессивная такая вот, для самых забитых случаев, вот в этом отделе, переходим, для этого нам надо подойти к человеку сзади, с той стороны, ну, я не буду обходить, давай ты развернешься, смотрите как, опять ногу кладем, и принципулярно, если нам надо крестцово-подсложное сочинение, да, эта рука ее придерживает, если нам надо утяжеление, дополнительно, нужно обучить свесить, голова лежит за плечами, рука тоже сзади, да, а вот эта нижняя нога, она прямая, и цепляется за стол, вот держите за стол, держись, ну, шутку я иногда говорю, смотри по цепленным сторонам, смотрите тут какой фокус, организм нашим подстраховывается, он все равно всегда не до конца докручивается, он всегда оставляет какой-то запас, а нам нужно довести до предела, для этого мы помогаем организму как, поворотом головы, и доворотом глаз, плюс надо поворотить голову максимально, даже если мы с поясницей работаем, и плюс глазами в ту же сторону еще больше, посмотреть назад, да, смотри назад, а чтобы ей было приятно смотреть, поставь сама себе лак, молодец, а мы в этот момент подсаживаемся, и смотрите, упираемся в ту самую подвздошную кость, да, в гребешок, только за счет колодки, у нас локоть упирается еще в наш живот, в наше бедро, мы будем действовать бедром толкать, а всем верхней часть корпуса, вот я плотно закрепил, как ремень безопасности в автомобиле, по всей диагонали, раз, опять же раскачали, вот уже щелкнула, раз, два, три, четвертый, пятый щелкнул, и потом идет нобилизация, фу, вот это когда, произошло, это у нас было, так, наверное, с, давайте дальше мы перейдем к непосредственно вправке ног и выравнивание тазового костей, да, а сейчас мы отработаем с вами все эти моменты скручивания, поэтому я с вами не прощаюсь, мы с вами обязательно увидимся на тренинге, а если вы смотрите видео, то зря вы его смотрите, навыки от этого к вам в руки не придут, мы руки ставим только здесь непосредственно друг на друге, отработка на практике, отработка на людях, с вами был Аля Калав, Алаф Будин. Субтитры сделал DimaTorzok